Каким будет новый 2021 год? Этот вопрос многие даже и не пытаются себе задавать сегодня, когда человечество с очевидным облегчением прощается с прошлым 2020 годом. И я бы сказал, что такого облегчения мы не наблюдали уже давно и не зря. Ведь 2020 год пандемии стал одним из самых тяжелых в современной истории человечества. Но станет ли более простым для нас 2021? На это остается именно надеяться. Но пока нас ожидают сложные времена. Ведь от календарных дат немногое меняется на самом деле. Мир существует как бы в нескольких измерениях одновременно. С одной стороны, в некоторых странах уже началась вакцинация населения. С другой, люди продолжают заражаться и умирать. Правительства вводят локдауны, а выявление новых мутаций вируса, как недавно в Великобритании, приводит почти к паническим настроениям и решениям. Есть и страны, в которых вакцины пока нет. И Украина среди таких государств. К тому же мы до сих пор не знаем, какое на самом деле время понадобится для вакцинации и насколько эффективной она окажется. Ну и не будем скрывать, что многие не собираются вакцинироваться. Год турбулентности. И все это вопросы не только медицинские, но и экономические и политические. Ведь от победы над болезнью зависит, как быстро запустится мировая экономика. Для Украины это очень важно еще и потому, что денег для поддержки людей в бюджете просто нет. Не стоит даже сравнивать украинские компенсации с помощью западных правительств. Да и вообще, что будет с бюджетом на 2021 год? Получит ли украинское правительство помощь от Международного валютного фонда? Или преградой этому станет украинская политическая турбулентность? Турбулентность. Да, турбулентность. Если бы меня спросили одним словом оценить украинский 2021, я бы назвал его годом турбулентности. Ведь мы переживаем несколько кризисов одновременно. Напомню здесь только о некоторых. Кризис в процессе поиска путей к восстановлению территориальной целостности Украины. В тупике фактически оказались и нормандский формат, никто не знает, когда состоится новая встреча лидеров, и формат ТКГ, который был главным трендом 2020 года. Да, это вина не украинской власти, а Кремля, где ждут капитуляции, а не поиска мира. Но власть всегда убеждала, что на этот случай у нее есть свой план. И где же он? Кризис законодательной власти. В парламенте фактически нет большинства. Президентский офис уже начал поиск новых союзников в каждом важном голосовании. И мы не знаем, каким результатом этот поиск приведет, что будут требовать эти новые союзники за свои голоса, и не закончится ли дело новыми досрочными парламентскими выборами. Конституционный кризис. Именно перед Новым годом президент своим указом отстранил от обязанностей судьи Конституционного суда Украины его председателя Александра Тупицкого. Однако в самом Конституционном суде говорят, что президент превысил свои полномочия. Нельзя исключать, что вскоре Конституционный суд отменит указ президента. И что дальше? Экономическое падение, которое, к сожалению, может все больше углубляться. Тем более, что на днях Украина входит в новый локдаун. И все это, конечно же, будет вызывать вопросы к правительству. Так что 2021-й вполне может стать годом его смены. Но здесь важны не новые фамилии, а новые потребности. Что окажется более актуальным для общества? Еще один премьер в тени президента Владимира Зеленского? Или сильный премьер, в тени которого окажется президент? От ответа на этот вопрос будет зависеть, как будет развиваться политическая ситуация в Украине в ближайшие годы, а не только в 2021-м. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok